Производство Компании Техномури Великолепная Италия Мы отправляемся в путешествие вглубь истории, пролетая над озерами и холмами, местами прекрасными и символическими, над соборами и старыми крепостями, чтобы открыть для себя искусство и культуру Ломбардии в ее городских и природных ландшафтах. От парка Тичино до Монсы. Река Тичино Тичино пробегает 248 километров от Швейцарии до реки По. В Ломбардии 100 километров ее русла пролегают по заповедным землям. Их площадь составляет свыше 90 тысяч гектаров, на которых живут около 5000 видов животных, растений и грибов. В области Тичино около 50 муниципалитетов. Но учреждение-заповедника в 70-х годах прошлого века способствовало сохранению природных ландшафтов, несмотря на постоянную деятельность человека в форме земледелия и индустрии. На востоке Тичино граничит с областью Ломелина. Она всегда была влажной и требовала мелиораций, превращения болот в плодородные земельные угодья. В этой части долины реки По по весне обширные рисовые поля залиты водой. История Ломелины повествует о феодалах и знатных дворянах, которые сражались за эти земли. Но самый главный город области эта борьба почти не затронула. Ведь Джабана была уготована другая судьба. Средневековый город был построен для защиты Брода на реке Тичино в борьбе между Миланом и Павией. В последующие века судьба Веджевана оказалась связана с Миланом через семьи Висконти и Сфорца. Во время правления Висконти в начале 14 века были построены рок-кавеки и старейшая часть замка Веджевана. Два года спустя два форта были соединены крытой дорогой. Длина ее укрепленной стены – 164 метра. В 1452 году Веджевана родился Людовико Моро. Со временем он пришел к власти и превратил Веджевана в город искусств. Он заказал архитекторам закончить замок и построить башню Браманте. При нем была открыта новая Большая площадь, ныне Герцогская площадь. Ставшая центром городской жизни, Герцогская площадь считается одной из красивейших площадей Италии. Как и башня, она была спроектирована до НАТО Браманте и служила элегантным преддверием к замку. Изогнутый фасад собора относится к XVII веку. Он привлекает внимание и словно ставит храм в центр площади. Но в действительности одна из арок ведет не в церковь, а на боковую улочку. Наш путь лежит от исторического центра Веджевана назад к Тичину. Река стала причиной основания в XIV веке церкви святого великомученика Петра. В соответствии с традициями, горожане построили ее в благодарность за так называемые чудо реки. Говорят, что воды Тичина поднялись и тем самым предотвратили атаку бретонских наемников. Мы движемся вдоль русла Тичина, и зеленые леса сопровождают нас в дороге на Павию. На этой дороге есть два примечательных моста. Первый — Берегуардо, один из последних понтонных мостов в Италии. Он был построен как временный мост в конце XIX века, но простоял десятилетия — сначала с деревянными понтонами, а позже с цементными. Плавающие понтоны позволяют пересечь реку, даже когда уровень воды поднимается. Мост, который мы встречаем возле Павии, гораздо более старый. Это крытый мост, который в средние века заменил древнюю римскую постройку. Его отреставрировали после Второй мировой войны. И мост связывает город с Борго-Тичина, который веками сохраняет атмосферу рыбацкой деревушки. Бронзовый памятник прачки напоминает о местных традициях. Исторический центр города расположен на другом берегу. Средневековые башни высятся над городским горизонтом, напоминая нам, что тысячелетия назад Павия называлась Сентум Туриум. Сто башен символизировали силу и богатство города. Дворяне строили башню всякий раз, как в семье рождался сын. И чем выше была башня, тем выше был их престиж. Церкви Павии столь же многочисленны. Одна из самых значимых – церковь Святого Петра в золотом небе. Она была заложена в VII веке и перестроена в романском стиле в XII веке. Один из шедевров романского стиля Ломбарди относится к тому же периоду. Это базилика Святого Архангела Михаила. Здесь был коронован император Фредерик I Барбаросса. А до него ломбардцы провозглашали в этой церкви своих королей. Как и у прочих церквей Павии, ее фасад – светлых тонов. Песчаник больше ценился, но и был более хрупким. Сегодня он и выглядит на свою тысячу лет. Богатые декорированные брельефы частично стерлись со временем. Внутри церкви – наос и два нефа. Она просторна и обильно украшена. Фреска в апсиде над мраморным алтарем изображает коронование Богородицы. В мозаике на полу Пресвитерия мы видим лабиринт с королем Годом в центре и 12 фигурами, символизирующими месяцы. Даже сводчатые нефы и пределы украшены произведениями искусства и фресками, добавленными позже. Например, предел, посвященный жизни Богоматери. Украшенные капители колонн – другая особенность церкви святого архангела Михаила. Но самый удивительный из церквей – собор Пави, на строительство которого ушло 400 лет. Его купол – третий по величине в Италии, после собора святого Петра в Риме и собора Флоренции. В конце новой дороги стоит большой замок Висконти. Висконти пришли к власти в Пави в 1359 году и создали самый элегантный ренессансный двор в Италии. Даже поэт Петрарко, остановившись здесь, написал в письме, что замок является самым благородным из современных. Присутствие семей Висконти из Форца напоминает нам, что Пави была исторически связана с герцогством миланским. Знать любила проводить время за пределами города в охотничьих угодьях в соседнем парке Висконти. Здесь Висконти начали возводить семейный мавзолей. Он был первым шагом к строительству Картезианского монастыря Павии, одного из самых важных памятников Ренессанса в Италии. Строительство продолжалось с конца XIV по XVI век, пока в Милане создавали свой собор. Монастырь начали строить со зданий, в которых должны были жить монахи-картезианцы. Основатель Джан Глятсо Висконти предоставил им монастырь с одним условием – часть их дохода должна была идти на продолжение строительства. На протяжении веков монахи тратили щедрые суммы на украшения и произведения искусства, которые сделали Картезианский монастырь Павии памятником исключительной художественной ценности. Картезианского монастыря Павии Павии и Миланам было налажено водное сообщение. На протяжении веков Милан имел сложную систему судоходных каналов. Этому шумному и трудолюбивому городу требовался способ перевозить товары, и так как у него не было реки, прорыли каналы. Даже Леонардо да Винчи внес свой вклад в развитие сети каналов, введя систему шлюзов. Но город рос. Требовалось место для постройки новых зданий. Поэтому большую часть судоходных каналов засыпали. К югу от центра города остались только Павийские и Большой каналы. Они соединяются у верфей. Старый Милан эпохи каналов – это здания с балконами, когда-то построенные для бедноты. Но сейчас они в моде. Сейчас в них рестораны, бары и художественные студии. Каждый месяц десятки торговцев антиквариатом открывают свои лавки на каналах, и их товары отражаются в воде. Вплоть до последних десятилетий вода каналов использовалась в домашнем хозяйстве. Когда-то женщины стирали в них белье, а в 19 веке группа предпринимателей организовала здесь прачечную службу. Для большинства людей Милан – это город настоящего и будущего. Но его камни напоминают о далеком прошлом. Он был столицей Наполеоновской республики, а до этого – столицей Ломбардии и Западной Римской империи. Старейшая сохранившаяся раннехристианская церковь древнего Медиаланума – базилика святого Амбросия. Это своего рода символ. Она построена епископом Амбросием, который стал святым покровителем города. Его останки хранятся в крипте вместе с другими реликвиями христианских мучеников. Средневековый атриум с портиком ведет к старой церкви. Ее главная особенность – золотой алтарь. Более тысячи лет его создавали из золотых пластин, серебра, эмали и драгоценных камней. Из старейших работ наиболее выдающиеся – мозаики, изображающие святых, и саркофаг римского полководца Стелихона второй половины IV века. В конце XIV века началось возведение главного символа Милана и одного из лучших образцов готического стиля. Дуому. Собор был закончен спустя четыре века, в 1800 году. Его остроконечные башенки и шпили взмывают к небу. Мадонна стоит на самом высоком шпиле собора. Она сделана из чистого золота, как поется в народной песне. Блестит издалека, высоко парит над Миланом. И что также символично, много лет статуя была самой высокой точкой города. Внутреннее убранство собора с наусом и четырьмя нафами сравнимо с художественным музеем, в котором выставлена богатая коллекция работ разных эпох. Каждая повествует о своем. Например, это о мученичестве святого Варфоломея. Свет привносит краски от витражей в апсиде и окнах. Созданные с XV по XIX век, они иллюстрируют библейские истории и жития святых и являются свидетелями столетий работы над убранством собора. Сегодня мы восхищаемся завершенным собором и почти тремя с половиной тысячами статуй, установленных на наружных стенах. Этот символ могущества религии находится всего в нескольких шагах от символа мирской власти – королевского дворца. Сегодня он стал культурным центром города. Но главный символ светской власти в Милане – замок Сфорца. Самый большой ренессансный комплекс в Милане покорился судьбе города. Прежде элегантная резиденция семей Висконсии Сфорца была перестроена испанцами в крепость. У Наполеона тоже были большие планы на городской центр Милана. Он разрушил внешние стены замка, которые в то время уже были в руинах, и построил дороги в форме полукруга. Форум Бонапарта заложил основу для создания в конце XIX века Симплонского парка, изменив место, которое раньше использовалось для парадов. Сегодня парк – зеленый, легкий в центре города. Его территория – 30 гектаров деревьев, тропинок и прудов. Наполеон присутствовал при открытии парковой арены, которая по торжественному случаю была наполнена водой, и на ней разыграли морское сражение на манер римских спектаклей. Каждый год Милан принимает миллионы посетителей – итальянцев и иностранцев. Они приезжают не только по делам, но и для развлечений – от покупок до знакомства с культурой. Одно из наиболее посещаемых мест – доминиканский комплекс Санта-Мария-де-Ла-Граце. Церковь и монастырь относятся к XV веку. В них есть произведения искусства эпохи Возрождения. Культура, мода и дизайн – три кита современного Милана. Как у экономической столицы и столицей сделано в Италии, у Милана много символов. Театр Ла Скала олицетворяет культуру. Квартал моды – храм элитного шоппинга. А выставка Триенали посвящена революциям дизайна. Театр Ла Скала построен Габсбургами в конце XVIII века и является символом величайших достижений культуры. Недавно отреставрированный театр блистает вновь, как и талантливейшие артисты со всего мира. Недалеко от театра сконцентрированы самые известные дизайнерские бутики в квартале между Веа Монте-Наполеоне, Веа де ла Спига, Веа Санта-Андреа и Веа Монсони. Бесчисленные бутики делают Милан столицей стиля. В 50-х годах Милан возродился после войны. Засучил рукава и вновь отстроился. Появились новые здания, такие как небоскреб Пирелли. А тем, что пострадали от бомбежки, вернули прежнее великолепие. Среди них галерея Витория и Мануэли, построенная в прекрасную эпоху в конце XIX века. Ее здание из стекла и стали было обновлено. В 20-м веке число культурных центров Милана возросло. Театр Пикколо, основанный Джорджа Стреллером. Дворец искусств, основанный в 1933 году, как Международный центр декоративного и промышленного дизайна и современной архитектуры. Во Дворце искусств сейчас проходят выставки Триенали, и его стали называть так же. В конце 2007 года открылся музей дизайна, который постоянно развивается. Экспонаты создаются, изобретаются, планируются и производятся. Быстро растущие заводы превращают тысячи трудолюбивых людей в новых трудолюбивых жителей Милана. Сегодня Милан возрождается вновь. Бывшие промышленные районы приобретают новый, высокотехнологичный вид. В Бавизе воспитывают новые таланты итальянского дизайна. А в Бекоке новые здания и культурные пространства пришли на смену турбинам и дымящим трубам. Настоящее уже стало будущим, и новые задачи несут в Милан перемены и новые возможности перерождения. Когда Монса еще была отделена от Милана сельской местностью, она являлась летней резиденцией знати. В XVIII веке Мария Тереза Австрийская построила Королевскую виллу, где устраивала загородные приемы. Большой дворец и сады были идеальным местом для вечеринок и охотничьих вылазок, которые посещали представители Габсбургского и Савойского домов. На самом деле в Монсе проводили летое венциносные особы еще во времена ломбардской королевы Теодолинды, которая построила здесь тысячу лет назад базилику, позже ставшую готическим собором. Здесь стоит колокольня XVI века, 75 метров в высоту. Рядом мы видим башню Оринария. Все улицы в центре сходятся в этой точке. Международную славу город обрел в XX веке благодаря гоночной трассе в парке Монса, площадь которого свыше 700 гектаров. С 1922 года итальянские гонки Формулы-1 проходят на этом треке. Наш путь лежит теперь мимо Монсы, на север, к озерам и горах. Но это уже другая история. Минзд nadzieję, что ли они! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор В.Сухиашвили Монс unquote